Архитектурно-методологическую часть нашего курса мы начнем с рассмотрения стандартной библиотеки шаблонов. Цель рассмотрения библиотеки STL в данном курсе является, прежде всего, иллюстративной. На примере этой библиотеки мы покажем, как на практике используются те приемы, методы и парадигмы программирования, которые мы рассмотрели ранее, а также, предвосхищая последующий материал, найдем примеры применения шаблонов или паттернов объектно-ориентированного проектирования. Библиотека STL активным образом создавалась в 80-е годы при активном участии таких специалистов, как Александр Степанов, Атул Сейни и другие. Основной целью команды разработчиков STL было предложить сообществу программистов универсальное решение, лежащее в плоскости алгоритмов, структур данных, способов и приемов манипулирования этими данными, их обработки и т.д. Выбор в пользу языка C++ при разработке STL по воспоминаниям Александра Степанова был едва ли не случайным. Долгое время разработчики рассматривали в качестве одного из наиболее перспективных язык АДА, широко распространенный в первой половине 80-х годов. Язык C с классами, который с 1983 года стал известен всему миру как C++, был выбран по причине того, что в нем появились шаблоны, которые мы знаем как templates. Наличие в C++ шаблонов делало возможной реализацию наиболее массовых решений и реализацию того, что Степанов и его команда понимали как обобщенное программирование. В результате появилась современная библиотека STL, которая на сегодняшний день входит в состав стандартной библиотеки языка C++ и знание которой подразумевается у каждого успешного профессионального C++ программиста. Рассмотрим основные ценности этой библиотеки и ее состав. Наряду с представленными на данном слайде фундаментальными идеями, стоявшими за разработкой STL, при ее создании большое внимание уделялось таким базовым архитектурным ценностям, как повторное использование кода, унифицированные интерфейсы, наиболее массовые решения. Особняком стоит требование, связанное с поддержкой, обеспечением и гарантией производительности каждого метода класса и каждого обобщенного алгоритма, реализованного на сегодняшний день как глобальная функция. Обращаясь к соответствующей литературе или интернет-справочникам, нетрудно убедиться в том, что время исполнения каждого метода класса, входящего в состав STL, или каждой глобальной функции STL, описано в терминах временной сложности, в нотации O. Этой нотацией мы будем активно пользоваться в ходе рассмотрения данного материала, поэтому всем, кто чувствует себя неуверенно при обсуждении вопросов временной сложности алгоритмов, мы рекомендуем заранее освоить этот материал по доступным источникам. По своему составу STL образовано элементами шести категорий. Первая категория — это контейнеры. Контейнеры реализуют идею хранения представления данных в оперативной памяти тем или иным образом. В числе наиболее известных контейнеров STL — векторы, списки, множество. Вторая категория элементов — это обобщенные алгоритмы. Обобщенные алгоритмы представляют собой эффективные реализации стандартных задач, применимых, как, возможно, вы уже догадались, по отношению к обобщенным контейнерам. Задачи, которые решают обобщенные алгоритмы, чрезвычайно разнообразны. Это поиск, сортировка, замена значений, копирование, случайное перемешивание и так далее. Для того, чтобы взаимодействие между контейнерами и алгоритмами шло наиболее эффективно, необходимо создать правильный промежуточный слой. Таким слоем в STL выступают итераторы. Итераторы являются своеобразным обобщением идеи указателя и, между прочим, представляют собой пример одноименного паттерна Банды Четырех. Но об этом немного позднее. Пока же заметим, что само существование итераторов необходимо не только для того, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие правильных алгоритмов и правильных контейнеров, но и для того, чтобы воспрепятствовать неэффективному взаимодействию тех алгоритмов с теми контейнерами, когда такое взаимодействие действительно будет страдать. Например, от низкой производительности. Эту задачу тоже решают итераторы и решают ее, что достаточно важно, в период компиляции, а не во время исполнения кода. Следующая категория объектов STL это функциональные объекты или функторы, которые являются объектно-ориентированным ответом на вопрос о том, как представить в качестве самостоятельного объекта поведенческий элемент системы. Язык C отвечал на этот вопрос однозначно, функцией или указателем на эту функцию. Указатель на функцию является достаточно удобным, но все-таки процедурным способом передачи информации о желаемом поведении как параметра. Передавать объектно-ориентированные параметры экземпляры классов гораздо удобнее. Таким специальным классом, который инкапсулирует внутри себя особым образом оформленное поведение, является функтор. Или, следуя терминологии STL, функциональный объект. Следующая категория это адаптеры, которые, между прочим, также относят нас к паттерну адаптер каталога Gang4. Наконец, заключительный объект STL, который не входит в нашу программу, это распределитель памяти. Или, следуя англоязычному наименованию, Аллокатор. STL включает в себя стандартные аллокаторы и позволяет реализовывать нам собственные. Аллокатор это класс, зоной ответственности которого является менеджмент оперативной памяти. Именно Аллокатор решает, какую начальную емкость будет иметь тот или иной контейнер. И какой будет дисциплина изменения объема памяти, выделенного для нужд конкретного контейнера. Начнем наше более подробное рассмотрение библиотеки STL с обобщенных контейнеров. Заметим, что состав этой категории элементов STL претерпел серьезные изменения и был расширен с появлением диалекта C++11. Тот состав и та классификация обобщенных контейнеров STL, которые представлены на данном слайде, являются исторически сложившимися. Именно эти контейнеры были первыми и вошли в состав стандартной библиотеки шаблонов еще на заре ее появления. О новых контейнерах и других новых элементах STL мы поговорим в заключительной части данного блока курса. А пока начнем со знакомства с теми элементами, которые появились еще в 80-е-90-е годы. Рассмотрим класс последовательных контейнеров STL. Последовательные контейнеры, как следует из их названия, обеспечивают линейное упорядочение хранящихся в них элементов. Эти элементы, в свою очередь, являются однотипными. Тип элемента можно условно обозначить как T, и именно этот конкретный тип T выступает основным и обязательным аргументом соответствующего шаблона. Будь то шаблон вектора, шаблон дека или шаблон списка. Собственно говоря, вектор DEC или двухсторонняя очередь, а также список, строго говоря, двунаправленный список, и образуют ядро этого класса контейнеров. Последовательные контейнеры на сегодня расширены еще одним, а именно массивом фиксированной длины std-array. Однако мы уже обещали, что разговор о новых контейнерах у нас пойдет позже. Пока же заметим, что в качестве своеобразного аналога, причем совместимого аналога контейнеров stl, могут выступать также канонические массивы и строки, как с завершающим нулем, так и описанные в виде экземпляров класса std-string. Объекты std-string, строки с завершающим нулем и массивы, описанные в стиле языка C и C++, могут без проблем подаваться на вход алгоритмов для обработки входящих в состав библиотеки stl. Примеры этого мы приведем немного позднее, когда речь пойдет об алгоритмах и итераторах. Имея возможность выбирать между двунаправленным списком, двусторонней очередью и динамическим массивом, очень важно не ошибиться. Критерием выбора в пользу того или иного контейнера stl в любом случае должна быть не привычка. Основным критерием должен быть тот стандартный набор операций, которые вы планируете выполнять с той или иной структурой данных. Если основными операциями будут произвольный доступ к элементам, сами элементы будут включены в состав контейнера единожды и не претерпят в дальнейшем массовой вставки или удаления, то идеальным выбором может стать динамический массив, вектор. В ситуации непрерывной вставки и удаления варианты разнятся. Если вставка и удаление происходят преимущественно в начало и конец контейнера, то, пожалуй, решением близким к оптимальному может стать дек. Если же вставка выполняется очень часто или точно так же часто происходит удаление из центральных областей контейнера, то вполне возможно, что более правильным будет выбор в пользу двунаправленного списка. Большое значение имеет также дисциплина обращения к элементам. В этом смысле список проигрывает как динамическому массиву, так и двусторонней очереди, поскольку время доступа к конкретному элементу списка является, в силу его физической организации, линейным, а не константным. Ассоциативные контейнеры STL по традиции являются упорядоченными. Упорядоченные ассоциативные контейнеры STL моделируют такие известные объекты, как отображение и множество. Как множество, так и отображение оперируют понятием ключ. STL допускает существование двух категорий упорядоченных ассоциативных контейнеров. Те, в которых ключ является уникальным, и те, в которых ключ может повторяться, то есть быть кратным. Возможность иметь в качестве структуры данных множество или отображение, также возможность иметь кратные и уникальные ключи, рождает четыре комбинации, каждая из которых представлена соответствующим шаблоном в составе STL. Начиная с языка C++11, STL пополнился соответствующей четверкой неупорядоченных ассоциативных контейнеров, работа которых построена на основе хэшей, но о них также позднее. Рассмотрев ландшафт традиционных контейнеров STL в первом приближении, изучим их немного подробнее. Начнем с последовательных контейнеров, а именно с вектора. Вектор, который моделирует структуру типа динамического массива, является характерным представителем всей категории последовательных контейнеров STL. На его примере можно увидеть многие характерные черты, присущие как двунаправленным спискам, так и двухсторонним очередям. Причина этого кроется вовсе не в том, что вектор, лист и дек имеют какого-то общего предка. Унификация динамических массивов, двунаправленных списков и двухсторонних очередей объясняется строгим соблюдением договоренностей. Соблюдение договоренностей, то есть некоторая конвенциональность организации этих элементов STL, это еще один способ достичь единства интерфейсов. Наряду с широко применяемым и прекрасно известным нашему зрителю способом, основанным на имплементации интерфейсов. Отсутствие класса или шаблона предка очень удобно для развития STL. Таким образом, в состав STL постепенно вовлекаются новые шаблоны. Например, шаблон Array, который долгое время пребывал в пространстве имен Boost, будучи частью этой библиотеки весь период его экспериментальной разработки и экспериментального использования. Впрочем, между динамическим массивом, списком и двусторонней очередью просматриваются не только общие черты, но и отличия. Вектор, как мы уже знаем, отличается некоторыми уникальными характеристиками, определяющими временную сложность выполнения стандартных для него операций. Вставки элемента в начало, вставки элемента в середину, вставки элемента в конец. Точно так же, определенные уникальные черты есть и у итераторов, которые предоставляет вектор для обхода своих элементов. Правила и принципы, по которым живут итераторы, предоставляемые векторами, определяют то, в каких ситуациях итератор как указатель на элемент остается корректным после некоторого преобразования вектора. Под преобразованием вектора мы понимаем операцию вставки или удаления элемента, независимо от того, в какой части контейнера она происходит. Устойчивость или неустойчивость итератора контейнера к операциям вставки и удаления элементов определяет стратегию или дисциплину инвалидации итераторов. Очевидно, что итератор вектора не является абсолютно устойчивым. Так, вставка элемента даже в конец вектора при отсутствии достаточной физической емкости способна привести к переносу всего вектора на новое место в оперативной памяти, что будет обусловлено реалокацией его физических структур хранения информации. Таким образом, логика, определяющая инвалидацию итераторов, отличается в каждом из рассматриваемых нами последовательных контейнеров. Чуть далее мы увидим, что самым стабильным в этом отношении является список. Вектор ему соответственно уступает. Технически, шаблон класса Vector организован как шаблон с двумя параметрами, первый из которых является обязательным и определяет тип содержащегося в контейнере элемента. Второй параметр определяет применяемую стратегию распределения памяти. И, имея значение по умолчанию, является необязательным. Заметим, что рассматриваемый в данном контексте аллокатор – это простой и наглядный пример того, как и в каких целях в стандартной библиотеке языка C++ могут использоваться шаблонные параметры шаблонов. Также, шаблон вектора, а значит и всей его конкретизации, содержит в своем составе ряд встроенных типов данных. Часть из них представляет собой четверку итераторов прямого и обратного обхода, как константных, так и неконстантных по своей природе. Зона ответственности этих вложенных типов вполне определена. Она позволяет изъять из зоны ответственности самого вектора задачи по обходу этого контейнера как абстрактного агрегата. Иные вложенные типы обеспечивают ряд возможностей интроспекции и предоставляют возможность задать и получить ответы на вопросы о том, какой тип имеют содержащиеся в контейнере элементы, каким будет тип указателя, а каким тип ссылки на элемент. Все эти вопросы решаются средствами языка C++ на этапе компиляции исходного кода. В подтверждении ранее звучавшего тезиса о том, что все операции над объектами STL имеют определенную оценку своей временной сложности, рассмотрим временную сложность работы конструкторов вектора. Как видно из представленных на текущем слайде примеров, такая сложность может варьироваться от константной до линейной. Действительно, создать пустой вектор означает выделить некоторую память в пространстве оперативной памяти процесса средствами аллокатора, который участвует в организации вектора. Независимо от того, каким будет начальный объем этой памяти, то есть какой будет исходная емкость вектора, работа по форматированию этой памяти, приведению ее в начальное состояние, будет выполняться за константное время. Иное дело, если перед конструктором вектора ставится задача инициализировать каждый из его элементов. И совершенно неважно, каким образом будет выполняться эта инициализация. Будут ли выполняться конструкторы типа T по умолчанию, будет ли выполняться тиражирование одного и того же значения на весь контейнер, либо контейнер будет заполнен путем копирования значений из другого существующего контейнера с передачей итераторной пары на вход конструктора вектора. В каждом из перечисленных случаев необходимо будет посетить и подготовить к работе каждый из элементов вектора, а если этих элементов n, то и время на соответствующую работу будет O большое от N или линейно. Второй рассматриваемый нами последовательный контейнер STL и последний из рассматриваемых прямо сейчас контейнеров с произвольным доступом к элементам это двусторонняя очередь или DEC. DEC характеризуется наименее устойчивыми итераторами, как указателями на соответствующие элементы контейнера. В то же время преимуществом двусторонней очереди является быстрая вставка не только в конец, но и в начало данного контейнера. Технически контейнер DEC организован во многом так же, как и контейнер Vector. Это касается как списка параметров шаблона класса, так и встроенных типов. Третий рассматриваемый нами последовательный контейнер STL это двунаправленный список. Долгие годы двунаправленный список лист был единственным вариантом списочной организации данных в составе стандартной библиотеки шаблонов. Ситуация изменилась всего несколько лет назад, когда в состав STL был включен однонаправленный список, реализуемый как шаблон класса ForwardList. Двунаправленный список лист очень похож на рассмотренный ранее динамический массив и двухстороннюю очередь. Заметим, что устойчивость итераторов списка является наибольшей среди всех рассмотренных нами последовательных контейнеров STL. Причина этого очень проста и заключается в том, что каждый элемент списка включается и исключается из физической структуры хранения самостоятельно, отдельно и независимо от других. Единственная ситуация, при которой итератор элемента списка становится недействительным, это удаление самого данного элемента. В том же, что касается списка параметров шаблона, в том, что касается встроенных типов и способов создания экземпляров конкретизации списка, то они идентичны упомянутым ранее вариантам для вектора, а стало быть, и для дека. Пожалуй, наиболее слабым местом контейнера список является то, что он предоставляет итератор непроизвольного доступа. Все итераторы двунаправленного списка очевидно являются двунаправленными. По этой причине они, к сожалению, не соответствуют тем требованиям, которые предъявляются рядом распространенных обобщенных алгоритмов STL. Ярким примером такого алгоритма является алгоритм сортировки, работа которого построена на допущении о возможности произвольно перемещаться между элементами сортируемого контейнера за константное время. Для двунаправленного списка время перехода между двумя произвольными элементами очевидно является линейным, поэтому общепринятый алгоритм сортировки для списков, к сожалению, не подходит. Решением является предоставление классам список, точнее шаблоном такого класса, своего собственного метода сортировки, который заменяет общепринятое стандартное решение, основанное на применении обобщенного алгоритма. Такое же решение принято разработчиками в отношении ряда иных алгоритмов, список которых приведен на текущем слайде. Заметим, что защита от неэффективного комбинирования контейнера и алгоритма его обработки реализована на уровне итератора. Проверка совместимости контейнера с алгоритмом происходит во время компиляции кода. Двунаправленный итератор слабее итератора произвольного доступа, поэтому код, который предполагает сортировку списка алгоритмом std-sort просто не скомпилируется. В то же время алгоритмы слияния merge и обратной записи элементов контейнера reverse наоборот пользуются преимуществом от того, каким образом на физическом уровне организован список. Действительно, для того, чтобы реализовать слияние двух списков, достаточно скорректировать один указатель, который содержит адрес хвоста первого списка и направить этот указатель на голову второго списка. Аналогичным образом нет необходимости предпринимать какие-либо сложные действия в отношении обратной записи элементов. Поскольку список изначально является двунаправленным, то двигаться по нему можно как от головы к хвосту, так и от хвоста к голове. Традиционные ассоциативные контейнеры stl являются упорядоченными. Упорядоченные ассоциативные контейнеры stl позволяют за логарифмическое время получить доступ к интересующему нас элементу и в этом их основное преимущество. Ассоциативные контейнеры, которые моделируют множество и мультимножество, представлены, соответственно, шаблонами классов set и multiset. Сравнивая набор параметров шаблона set с набором параметров шаблона vector можно найти принципиальные различия. В частности, для всех ассоциативных контейнеров, которые упорядочивают свои элементы, большое значение имеет отношение порядка, которая формируется на элементах контейнера. Для формирования такого частичного порядка на элементах необходима функция сравнения, которая является бинарным предикатом и указывает на то, будет левый оперант больше или меньше правого. Понятие больше или меньше следует понимать в максимально обобщенном ключе. Оно не указывает на арифметическую природу элементов, а лишь фиксирует факт того, ближе к началу или к концу контейнера будет находиться тот или иной элемент. Сказанное означает, что наряду с типом элемента контейнера одним из параметров шаблона является функция сравнения. По умолчанию, в качестве функции сравнения используется функциональный объект std-less, который в свою очередь является шаблоном структуры и параметризуется типом ключа, то есть типом значения самого множества. Сравнивая между собой встроенные типы множеств и, например, векторов, можно прийти к пониманию того, что все четыре итератора, известных нам по последовательным контейнерам, содержатся в и предоставляются упорядоченными ассоциативными контейнерами. Однако в этом заключается лишь половина правды. Вторая половина состоит в том, что даже неконстантные итераторы множеств по сути являются константными. Действительно, для поддержания частичного порядка на элементах при помощи функции сравнения нельзя допускать того, чтобы элементы могли произвольным образом менять свое значение, сохраняя положение внутри физической структуры хранения. По этой причине изменить значение элемента или ключа в составе множества можно лишь одним способом, изъяв ненужное и добавив в контейнер новое нужное значение. Тогда почему же в этом контейнере присутствует неконстантный итератор? Константный итератор const iterator полностью соответствует своему названию. Итератор iterator, который по факту также является константным, не оправдывает свое название, однако присутствует в составе встроенных типов множеств и мультимножеств по одной простой причине, о которой мы говорили в самом начале нашего блока, посвященного STL. Причина это унификация интерфейсов. То есть поддержание максимального единства и гармонизация соглашений, касающихся способов манипулирования и состава всех элементов STL настолько, насколько это возможно. Иные встроенные типы, которые характерны для множеств и мультимножеств, представлены на данном слайде. Их название полностью характеризуют их семантику. Иллюстрируя варианты создания множеств и мультимножеств, позволим нашим зрителям самостоятельно ознакомиться с временной сложностью тех конструкторов, сигнатуры которых приведены на данном слайде. само разнообразие сигнатур конструкторов множеств и мультимножеств, а значит и вариативность способов создания этих структур данных обусловлено тем, что конкретный экземпляр множества или мультимножества можно параметризовать не только типом хранящегося элемента, но и функции сравнения, а также нестандартным распределителем памяти. Между отображениями и множествами есть много общего. Как первые, так и вторые имеют отдельный вариант, допускающий кратность ключей мультиотображения и мультимножества соответственно. И те, и другие являются упорядоченными ассоциативными контейнерами с переменной длиной, итераторы которых являются двунаправленными. Отличие заключается в том, какую структуру данных моделируют множество, а какую отображение. Отображение, как следует из их названия и из фундаментальной природы моделируемой ими структуры, оперирует объектами двух различных типов. Первый тип в терминологии ст называется ключом, а второй называется значением. Отображение ключей в значение имеет одну особенность. Будучи упорядоченным контейнером, отображение должно запрещать изменение ключей, однако не обязано запрещать изменение тех значений, на которые эти ключи отображаются. Запрет изменения ключей на месте, то есть без характерной для множеств операций удаления вставки, фиксируется следующим образом. Обратите внимание, какой тип данных используется для параметризации распределителя памяти, используемого по умолчанию в шаблоне класса отображения. Аргументом соответствующего шаблона является пара ключа и значение. При этом тип ключа принудительным образом переводится в статус константного. Общее число параметров шаблона отображения map и мультиотображения multi-map равно четырем. Первый и второй параметры это тип ключа и значения или связанных данных соответственно. параметр номер три это функция сравнения, которая по умолчанию является функтором less. Наконец, четвертый заключительный параметр шаблона это рассмотренный чуть ранее аллокатор параметризованной парой. Состав предоставляемых отображениями и мультиотображениями итераторов иных встроенных типов а также принятые варианты создания экземпляров таких контейнеров во многом напоминают аналогичные решения для множеств и мультимножеств. В этом опять же проявляется единство и унификация интерфейсов достигаемые заметим в отсутствии общего шаблона предка. в отображениями в